Почему не сделано домашнее задание? У тебя кто-то умер? Почему ты умнишь, но я вас успею убить? Это яблок надо дать, ты мне 4 года кровь пьешь! А улыбаться тут еще? Хам! Какого лешего ты пришел? Что тебе тут надо? Что, тебя учить-то? Дорога, учить только поздить! Интернет пестрит видеозаписями, из-за которых учителя становятся главными героями скандалов. Агрессия и даже физическое насилие могут быть причинами психиатрического диагноза, уверены депутаты. Инициатива обязать всех педагогов, в том числе университетских, проходить психиатрическое свидетельство не возникло после резонансного дела в Санкт-Петербурге. В ноябре преподаватель ИСТВАК СППГУ Олег Соколов жестоко убил свою аспирантку Анастасию Ещенко. Ну, понятное дело, на какие-то провокационные жесты со стороны студентов, он мог ответить какой-то глупости. Ну, скажем так, невозможно, он был человек мастеритарным, но с этим характером, но вроде бы таких много. Сейчас учителя проходят психиатров во время ежегодных профосмотров. Особенно внимательно обследуют сотрудников детских домов и тех, кто работает со сложными детьми. Такую же проверку в меняемости по 302-му приказу Минздрава обязаны проходить все представители опасных профессий. Врачи, водители, полицейские, военнослужащие. Связано с тем, что педагоги, конечно, это категория сотрудников, которая подвержена достаточно значительным психоэмоциональным перегрузкам. И работающий в этой сфере человек, он должен уметь противостоять этим нагрузкам, то есть иметь, в принципе, хорошее психическое здоровье. Это необходимо. Если не цатьеводумцев вступит в силу, то все сотрудники образовательной сферы будут обязаны доказать, что они не психи сначала перед приемом на работу, а потом еще и каждые пять лет. Кроме того, педагоги, имевшие приводы в полицию, будут отстранены от работы. Должны ли преподаватели вузов и школ проходить обязательно психиатрическое обследование? Я думаю, что да. Почему? Почему? Ну, потому что люди разные бывают. Высшее образование, кажется, это не показатель здравого ума. Прежде всего, для самих людей, я думаю, будет не то, что полезно, а необходимо, потому что многие люди обращаются за помощью, либо проходят обследование достаточно редко. Ну, почему? Потому что у нас сейчас такая, как бы, это самое, бардак, творится хаос, поэтому все на нервах, не только учителя, и мы тоже. С этим мнением согласны и представители образовательной сферы. Всегда ли только в учителе дело? Проблема-то, она комплексная. Может быть, тогда имеет смысл всем участникам педагогического процесса проходить обязательное психиатрическое освидетельствование, прежде всего и родителям, а также и ученикам, потому что здесь, ну, такая, это вот, как бы, одно без другого не существует, да, это единая система. Возможно, скоро психоневрологический диспансер Барнаула станет своеобразным центром притяжения всех педагогов. Ну, а пока, к сожалению или к счастью, инициатива Госдумы находится на рассмотрении. Дарина Миллер, Илья Халяпин, День Столка.